Уважаемые братья и сестры, я приветствую вас на очередном уроке нашей библейской школы. И в этом контексте, то есть в контексте изучения Священного Писания и взгляд на нашу жизнь, на наши какие-то бытовые, житейские истины через Священное Писание, мы проводим вот такие вот уроки. И, конечно же, хочется, чтобы этот урок был полезен для вас, чтобы это было не просто сотрясание воздуха. И я взял сегодня такую тему, как семья. И мы поговорим с вами о первой семье, которая появилась в истории человечества. И вот именно взгляд на их жизнь, на их быт я хочу с вами сегодня разобрать. И я поговорю в частности о становлении института семьи, то есть как это появилось, и о природе супружеских отношений, что об этом говорит Библия. И то есть, как вы поняли, я хочу поговорить об Адаме и Еве, вот о том, как зародилась их семья и на основании чего, какие фундаментальные основы лежат, вот их лежали и лежат в их семейной жизни. И что мы можем для себя это взять? Потому что, на мой взгляд, хорошо знать что-то, хорошо понимать, хорошо знать Библию, знать какие-то исторические факты. Но все-таки просто знать это недостаточно, потому что эти знания нужно еще применять к своей жизни. И мое желание такое, чтобы вот то, что мы узнаем, то, что мы читаем, то, что мы в частности сегодня будем разбирать, чтобы это была какая-то прикладная вещь, которую можно приложить к нашей семейной жизни и как-то использовать. И, конечно, я сразу оговорюсь, что Библия – это кладезь мудрости, каких-то истин и кладезь знания. И есть специальные люди, которые посвящают всю свою жизнь. Ну, мы тоже всю свою жизнь посвящаем познанию Господа, но у нас есть какие-то профессии. А есть профессии конкретно библеисты, богословы, которые углубленно изучают Библию, посвящают всю свою жизнь, берут различные переводы. И в таком контексте я сегодня, конечно, не буду разбирать, и я не претендую на всю полноту, но, тем не менее, свое понимание, так как я понимаю, мой христианский опыт, мой опыт общения с Богом, мой опыт изучения Библии, моя семейная жизнь, я постараюсь с вами поделиться в этом сегодня, в этом формате. И если кому-то будет этот урок полезен, и если кто-то благодаря нашему сегодняшнему этому видео что-то, может быть, поменяет своей семье в лучшую сторону, или еще что-то такое произойдет. Вообще хороший результат, когда люди задумываются после каких-то разборов, и если кто-то начнет дальше размышлять о семье, об отношениях, о природе, супружеских отношений, вот это вот то, что я хочу выделить сегодня, то это будет для меня хороший результат. Итак, давайте начнем. И я хочу начать с того, вспомнить, с чего все началось. То есть всегда важно понимать, когда мы начинаем изучать, начинаем разбирать какой-то предмет, хотим в чем-то разобраться и быть в этом успешными, то есть такое выражение «зри в корень». То есть нужно, откуда все выросло, откуда все пошло. То есть это важно понимать. Потому что для того, чтобы понимать природу вещей, хорошо знать, что за этим лежит. И от обратного хочу сказать, что если мы не знаем откуда, что там внутри, и какие были первопричины, то сложно так же успешно оперировать чем-то, чем-либо. То есть зачастую невозможно. Так вот, давайте откроем, я прочитаю с вами Священное Писание, текст Священного Писания. Это «Бытие» первая глава. Вообще весь сегодняшний урок я взял на основе первой и второй главы «Бытие». То есть в первой главе там говорится, как что произошло, то есть как, ну, хронология больше такая по фактам, а во второй главе там, ну, больше такие уже нюансы разбираются. Ну, все по порядку. Давайте начнем. И с первой главе, первой книги «Бытие», первой книги «Библии», с первого стиха мы читаем в начале, и там дальше идет. «Сотворил Бог это и это, это и это». То есть Бог творил, ну, по сути, вся первая глава – это процесс сотворения мира. Вот. И в конце там заканчивается тем, что Бог сказал весьма хорошо. То есть шесть дней Господь творил нашу Вселенную, и вот Он все созидал. И в этой же первой главе, ниже мы это, я это озвучу, мы это разберем, то есть родилась первая, ну, в мире, в истории человечества, вообще в истории, да, семья. Так вот. Но вначале Бог все творил. И это, конечно, разные, есть теории, как это происходило, то есть есть там креационисты, есть эволюционисты, то есть одни говорят, что все произошло вот раз, как вот написано, первый день появилось это, прям вот как вот сутки, вторые сутки появилось все это, третьи сутки появилось все это, то есть это креационисты так называемые, то есть вот все было вот так сотворено. Другие говорят, что нет, было, ну, христианские, я имею в виду, эволюционисты, не те, которые говорят, что вообще все само собой из хаоса образовалось. Но вот есть христианские, и, в общем-то, я тоже, может быть, склонен к этому. То есть происходило все постепенно, в нашем понимании, то есть в человеческом это были миллионы, миллиарды лет, а для Господа, как написано, это один день, ему просто, ну, как тысяча лет, а тысяча лет как один день. То есть это могло быть так, то есть как-то постепенно. Бог это просто изрек, и оно появлялось, было сначала так, так. Но, по сути, для нас сегодня, на мой взгляд, ну, такого прям практического, как бы, значения в этом нет, поэтому на этом мы не будем заострять. Я лишь, ну, заострил на этом внимание с той целью, чтобы, ну, понять, дать вам понять, как бы, что вот именно вот в первой главе мы смотрим, как все появилось, и то, что семья появилась в первой главе, а дальше я это обосную, вот, это, на мой взгляд, ну, важно, потому что все-таки семья – это тоже процесс Божьего творения, и поэтому семейные отношения, они, ну, переходят вот в такую категорию, то есть в категорию какой-то божественности, категорию какой-то, ну, святости, что ли, то есть потому что это Господь сотворил. И давайте прочитаем, я не буду читать, как все было сотворено, вот, и мы перейдем к бытию, первая глава, 26 стих. «И так, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над сею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть, я еще раз повторю, семья появилась в первой главе, семья появилась здесь. И если мы посмотрим в современный перевод, вот 28 стих, он звучит так. «Обзаведитесь детьми, чтобы умножалось число людей». То есть, немножко по-другому, да, не плодитесь и размножайтесь, а конкретно «обзаводитесь детьми, чтобы умножалось число людей». И знаете, здесь мне вот сразу же приходит, ну, как бы вот, ну, такой образ написано. «Мужчину и женщину сотворил их, и следующее идет, и обзаводитесь детьми». То есть, почему я говорю о семье? Вот представьте, вот такой образ здесь я читаю. «Мужчина, женщина и дети вокруг них». Это что такое, если это не семья? То есть, когда я вижу, ну, по улице или еще где-то, или просто себе, ну, вот, представляю, мужчина, женщина и дети. Ну, семья же, правильно? Так вот, здесь, поэтому я и говорю, то есть, я увидел то, что семья, она была создана Господом. И об этом было написано конкретно в первой главе. И это был шестой день сотворения мира. То есть, семья, это не человек уже придумал позже, что вот давайте будем вместе жить, давайте. Это Божий замысел для человека. Семейная жизнь. Мужчина, женщина и дети. Здесь об этом говорится. Еще раз повторю. Сотворил, так, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И 28 стих. И благословил их, сказал, плодитесь и размножайтесь. Современный перевод 28 стиха. Обзаводитесь детьми. То есть, речь идет конкретно мужчина, женщина и дети. Семья. Ну, в ее понимании, в ее сущности. Так вот, то есть, когда Бог создал человека, мы здесь читаем, что Он создал человека, Он создал не просто человека, Он создал семью. То есть, Он создал человека в семье, и семья это, ну, такая, такая, ну, экосфера, что и как сказать. То есть, это такая среда, куда поместил Бог человека, сотворив его. Еще здесь написано, что мужчина и женщина. То есть, ну, потом уже там пошли, то есть, различные, там, в следующих главах пишется, что мужчина ты такой, женщина ты такая. Но здесь конкретно, в первой главе, когда сухо идут, то есть, ну, для меня, то есть, как я увидел, что первая глава, это факты сотворения было сделано. Это, это, это и это. Так вот, в первой главе здесь нету, что мужчина там отличается от женщины, написано человек, мужчина и женщина. То есть, в принципе, как написано для Бога, уже апостол Павел, он говорит, что в нем нету ни мужчин, ни женщин. То есть, это просто Божье творение, как мужчина, так и женщина. В этом плане мы равны перед ним, несмотря на физиологические вот такие различия. Вот. И еще одна вещь. Семья – это все-таки мужчина и женщина. То есть, это тоже важно понимать. То есть, мужчина, женщина и их дети. Вот так вот говорит нам Священное Писание. Вот. Когда Господь создал семью. И здесь еще, я, ну, читая вот это место, то есть, я не могу не сказать о следующем. Вот я вернусь к 26 стиху. «И сказал Бог, сотворим человека, вот это 26 стих, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть, что это может значить также для нас. То есть, здесь я вижу подобие три единства Бога и семьи. То есть, что я это имею в виду? Сейчас поясню. То есть, Господь, Он, Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Мы это все знаем. То есть, три ипостаси, три сущности, но по сути это один единый Бог. Когда Бог сотворил человека, Он сказал, сотворим по образу нашему и по подобию нашему. Принято вообще считать, что этот человек, он тоже как бы образ, подобие. Ну, это понятно же, что это не голова, руки, ноги. То есть, это не физический облик. То есть, это наше внутреннее устройство. И принято, ну, как бы, что это дух, душа и тело. Вот это вот тоже вот такое триединство. Да, это так и есть. Но в Божьей мудрости, в Божьем создании столько всего для познания, что, ну, каждый раз открываются какие-то новые вещи. И сейчас, вот, конкретно готовясь к этому, я увидел вот еще какие вещи. То есть, образ и подобие Божий – это вот триединство Бога. Отец, Сын и Дух Святой. И давайте посмотрим на семью. Вот. Муж, жена и дети. То есть, аналогию просто провожу в этом. И, ну, те, кто знает, может, кто-то не знает, что Дух Святой на иврите, это, ну, там, на каких-то древних вот наречиях, он женского рода. То есть, это звучит Дух Святой, у него род женский. И если с этой стороны посмотреть, то, ну, картина открывается действительно подобие. И человек, если рассматривать, как, ну, семья, полнота, да, созданная, как я здесь прочитал, то есть, Бог создал человека, но он его создал в семье. И он сказал, создал человека, мужчину и женщину, сотворил их. И вот, как бы, его вот это так же полнота, завершенность, то есть, семейственность, которую Бог, ну, как бы создал для нас. Вот, отец, отец, сын, это вот, ну, дети, которые хожают, Дух Святой, женский род, то есть, ну, это, как бы, ну, женщина, что ли. Ну, понятно, это сравнение, ну, грубое, что ли, скажем так. Божественная сущность, она, ну, она многогранна. И, допустим, какие-то женские черты, данные женщине, Господом, просто это, ну, вот именно какая-то проекция от своей, в мужчине, наверное, да, больше от отца. Вот, если даже так рассуждать, вот, ну, мужчины, они, ну, такие вот, отцы, а женщина, Дух Святой, да, написано, что утешитель. То есть, вот что-то такое, вот такая божественная природа, да, разделенная между мужчиной и женщиной, какие-то качества его сути, его, вот этого внутреннего естества, которое мы, конечно, познаем, узнаем, но которое мы, ну, никогда не сможем до конца, ну, узнать, пережить. Но что-то Бог нам открывает, и я увидел в этом вот именно вот эти вещи, то есть, подобие триединства Бога и семьи. То есть, Он сам в себе, Он имеет достаточность, и Он сам в себе имеет любовь, Он сам в себе имеет общение, так же, как и семья, то есть, это какая-то такая вот самодостаточная единица, ячейка общества, такая вот, ну, какая-то платформа, среда, в чем обитает человек, и Бог, когда сотворил нас, Он создал нас именно такими. Так вот, иными словами, читая вот эту первую главу Библии, я вижу, то есть, мы с вами можем увидеть, что семья, да, это не просто какой-то вот союз людей временный, который, вот, ну, может быть, временный, случайный, то есть, как-то люди встретились, да, иногда некоторые так думают, когда в семье, вот мы там встретились случайно, там вот это все произошло, там у нас раз как-то все быстро, и оп, мы семья, вот. Ну, оно, конечно, ну, бывает, может быть, и снаружи так, но фактически, то есть, вот, семья – это замысел Божий для человека, это замысел Божий для человека, это не люди придумали, это создал Господь нас такими, вот. И, конечно, бывает, ну, люди бывают одинокими, бывают какие-то вещи происходят, то есть, ну, в жизни людей разные, то есть, ну, фактически изначально было, ну, сделано так, то есть, это, ну, как бы, вот такой Божий, Божий, Божий замысел для людей. Так вот, семья задумана Богом, и это можно увидеть в первой главе, то есть, Бог сотворил человека, мужчину человека, женщину человека и благословил их на семейную жизнь. Давайте дальше прочитаем, я еще раз возьму 28-й, и дальше. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень, травную и пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Вот так закончился шестой день. То есть Господь создал людей, написано, мужчину и женщину сотворил их, Он их благословил, то есть Он их благословил именно на семейную жизнь, Он им сказал, плодитесь, размножайтесь, то есть в современном переводе обзаводитесь детьми, наполняйте землю. И дальше там написано, что Он им дал всякую траву, то есть вот читая все дальше, Он дал им управлять. То есть это такая, ну скажем, семейная идиллия, Он дал им право быть хозяевами. То есть вот такая семейная гармония. И все, что Он им дал здесь, то есть это все есть. Он им дал пропитание, Он им дал задание, то есть Он им дал здесь, ну владычествуйте, то есть другими словами, управляйте, направляйте. это вот ваше хозяйство, это вот ваша семья, ваше хозяйство, рожайте детей, то есть плодитесь, размножайтесь, наполняйте, обладайте землей. То есть Господь дал людям право быть хозяевами на этой земле, Он им дал такое семейное хозяйство, я здесь вижу это, то есть такая семейная гармония. И что самое интересное, вот глядя на это все, то есть, да, Он сказал, там написано, что видел Бог все, что Он создал, то есть все, что до этого создал, далее, далее. И вот шестой день завершается творение, Он посмотрел, есть человек, у него есть семья, у него есть дети, у него есть задания, у него есть, ну, не задания, вернее, у него есть хозяйство, у него есть, Он такой, ну, хозяин на своей земле, то есть, вот, и это, написано, Он сказал, это весьма хорошо, то есть, это хорошо, весьма, сказал Господь, глядя на все это. И что я здесь заметил, интересное, ну, как бы, вот, скажем так, немножко отступление в пользу веганов, да, вегетарианского питания. Смотрите, вот тогда еще не было греха, не было ничего, но был уже человек, была его жизнь, и было все вот так, как Господь создал изначально, и когда, и Он сказал, хорошо, весьма, когда, когда человек, он ел всякую траву, сеющую семя, и всякое, ну, плоды древесные, сеющие семя, вам сию в пищу, и все звери тоже написано, то есть, в котором душа живая, тоже ели зелень, траву, в общем-то, то есть, тогда вот, когда Бог сказал, хорошо, весьма, изначально, как Он все задумал, то есть, да, когда вот, как хорошо, ну, я так это представляю, то есть, люди не ели тех, в котором живая душа написано, вот, в котором душа живая, люди не ели тех, в котором душа живая, люди ели травку, люди ели плоды древесные, то есть, овощи, фрукты, вот это все, мяса, ну, не было, и тогда, вот, в то время, Господь посмотрел, сказал, хорошо, весьма, ну, такое отступление, но просто я как-то это вот увидел, и мне захотелось это озвучить, то есть, это тоже, ну, какой-то вот такой семейный гармоник, идилли, то есть, вот, потому что, ну, вот, было вот такое время в жизни людей, да, вот, вот, но по сути, вот, то есть, заканчивая вот эту главу, мы видим, что семья – это то, что Бог изначально предназначил человеку, это то, что Бог, ну, поместил, и вообще каждый человек, он рождается в семье, то есть, ну, так или иначе, в жизни каждого человека есть семья, и, ну, какие-то семейные отношения, то есть, семья – это что? Это отношения, это то, что мы дальше будем разбирать, и, ну, вот, ну, конечно, есть исключение, кто-то в детском доме рождается, ну, не рождается, вернее, а, ну, живет, растет, кто-то еще, есть люди, которые, ну, одинокие, но, тем не менее, вот, ну, все-таки Бог хочет, чтобы, на мой взгляд, когда изначально создал, чтобы было вот так вот, а потом уже, конечно, оно все перемешалось, и грех пришел в жизнь людей, еще какие-то вещи, и оно, ну, стало не совсем так, и не стало, вот, как тут написано, хорошо, весьма, и это вот в том мире, в котором мы сейчас живем, но изначально, ну, вот, читая здесь, я вижу, что было так, вот. И читая дальше, вот, вторую, переходя ко второй главе, я хочу здесь сказать вот следующее, то есть в первой главе, там, писание, был описан факт создания семьи, а во второй же, ну, более подробно, как бы, что ли, как это все происходило, то есть, что было, вот, ну, как это вот было, то есть, не что было, а как было, и вот это мы можем здесь уже посмотреть, то есть, как бы, вот, так скажем так, ну, что, почему, и, ну, какие там были вот внутри вот эти вот вещи, как, и что за этим всем стоит, вот. И вообще, ну, вот, как бы, вот, говоря про отношения, про семью, про брак, то есть, вот, у людей, когда спрашиваешь иногда, ну, вот, с некоторыми общаемся, что для чего вообще, вот, ну, такое тоже отступление, для чего вообще люди женятся, то есть, для чего создают семьи, для чего вступают в брак. И кто-то говорит, ну, совместный быт, кто-то говорит, там, ну, детей рожать, кто-то говорит, там, еще какие-то вещи, там, жить вместе, там, ну, вот это все-все-все-все-все, так легче, проще, но, ну, как бы, это все, да, Ну, на мой взгляд, это вторичные все вещи, то есть есть первичные вещи, есть вторичные, то есть это как бы прилагается к семье, вот, ну, допустим, ну, если брать, ну, физически, да, вот физически возможно, ну, в принципе, возможно жить вместе, не, ну, не женясь, то есть мы не, я сейчас упущу, что мы, ну, как верующие люди, мы всегда, ну, как бы совместный быт и живем совместно, то есть, когда только после венчания, после вот, когда мы перед Господом заключили брачный союз, вот, но мы живем в этом в мире, и если мы посмотрим направо, налево, то есть, да, мы можем увидеть, что в этом мире, ну, большинство людей, далеко не все так живут, и, в принципе, ну, вот, если так вот, ну, физиологически, скажем так, смотреть, то, ну, можно и без брака люди, то есть, ну, живут вместе, ведут быт вместе, совместный, и, ну, и, ну, детей рожают, в конце концов, тоже, не будучи, венчаны, как говорится, вот, физически, физиологически, то есть, эти вот все вещи, то есть, они, ну, возможны, технически, скажем так, то есть, это, ну, работает, но, но есть одна вещь, без которой, как бы, ну, вот, ну, которая без заключения брака, на мой взгляд, не будет правильно работать, то есть, то есть, это, ну, не состоится, то есть, эта вещь, это называется отношение, отношение между мужчиной и женщиной, если они не вступили в брак, не заключили брачный союз, они, ну, будут, конечно, развиваться до какого-то определенного уровня, то есть, до определенного уровня, да, но всегда будет какой-то потолок, выше которого они не пойдут, если они не вступят в брачный союз, то есть, и отношения вот эти, это как основа и фундамент брака, основа и фундамент, вот, ну, совместного брачного союза, то есть, основа и фундамент семьи, вот, отношения между мужчиной и женщиной, и на этом строится вся семья, то есть, это, как бы, ну, вокруг этого все обустраивается, то есть, отношения не первичны, и дальше не пойдут, дальше отношений брак не будет, ну, как бы, в браке, то есть, ну, не будет развития, если человек не заключил брак, всегда будет какой-то потолок, какая-то граница, вот, и отношения, то есть, это такой ключевой, основополагающий, элемент брака и семьи, отношения между мужчиной и женщиной, на этом все строится, на этом идет остальное, там, отсюда и дети, то есть, отсюда и, ну, совместный быт, то есть, если, ну, не будет отношений, да, будут там плохие отношения, быт, он будет, ну, разрушен, он будет, ну, как бы, таким, ну, тягостным, что ли, как это сказать, ну, и прочие-прочие вещи, все начинается с отношений, так вот, бытие, вторая глава, 18 стих, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему, то есть, Бог сказал, он посмотрел, он, когда создал сначала, ну, одного, он посмотрел, сказал, ну, ну, как, нехорошо, потому что Бог понимает, что он внутри себя, как я уже, вот, выше говорил, он триедин, он, он единый Бог, но он не один, у него, у него тройственная сущность, и он понимает всю ценность и важность вот этого пребывания в каком-то вот, ну, не в одиночестве, а пребывания в общении, потому что Бог, он вообще не между собой пребывает, вот, и он также это хотел дать человеку, то есть, он его поскольку создал по своему образу и подобию, и он сказал, нехорошо быть человеку одному, и мы знаем с вами на своем опыте, что одному, когда ты один, как-то вот, ну, оно, ну, не так переживает, ты по-другому смотришь на мир, ты все, и всегда какое-то есть влечение к людям, то есть, есть влечение к общению, то есть, опять же, к отношению, если сказать по-другому, и Бог говорит, сотворим ему помощника, соответственного ему, вот здесь тоже, на мой взгляд, ключевой момент, когда говорится, соответственного, то есть, вот эти отношения, и почему и Бог нас создал по образу и подобию, ну, по сути тоже, как бы, если по-другому переозвучить, то соответственного, то есть, помощника соответственного ему, когда-то Бог создал человека для отношений, то есть, если мы читаем, вот, вернемся, 26 стих 1 главы, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, вот, вот это образ и подобие Божий, как я уже говорил, он позволяет нам иметь отношения также и с Богом, не только в семье, то есть, и в семье он нам должен быть соответственным, да, то есть, вот, но и также мы можем иметь отношения с Богом, то есть, вот, то, что Бог творил до этого все, да, как мы читаем в первой главе, там, небо и землю, там, все, там, все, все, все создал, все творение, оно, ну, оно славит Бога, то есть, вот, все, что он создал, оно славит его, то есть, если посмотреть на совершенство природы, на совершенство, как все устроено, это все славит Бога, но отношения оно не может ему принести, потому что это неподобие Божие, да, то есть, это как, ну, пример, возьмем, допустим, ну, вот, ну, если перекладывать проекции, так, на жизнь людей, вот, художник, нарисовавший, ну, там, шедевр, там, не знаю, полотно, которое, там, прям, красивую такую картину, и эта картина, она, как бы, тоже в какой-то мере, ну, славит своего создателя, да, художника, кто ее нарисовал, творец, но он не может с ней иметь отношения, этот творец, как бы, какой бы славы оно не приносило его, ну, Бог написано, что не отдаст свои славы, то есть, все ему возносит славу, и мы в том числе, как его творение, да, вот, но, вот, как вот эта картина, она не может, ну, иметь отношений со своим художником, так, и творение Божие, оно, хотя его славит, но оно не подобно ему, и оно не может иметь отношения, так вот, в нас, в людей, Бог заложил потенциал отношений с ним, сотворив нас по своему образу и по своему подобию, вот, и он заложил потенциал отношений в мужа и жену, потому что они тоже, ну, он их создал двоих, он их создал тоже, ну, подобными, здесь написано, сотворим помощника соответственного ему, то есть, у них тоже должны быть отношения, и это вот она основа, это, ну, цель, и есть, ну, как бы, для чего Бог создал людей, и, ну, как бы, говорят, для отношений, кто-то еще, для чего, ну, я придерживаюсь этой позиции, что Бог, он нас создал, он хочет иметь с нами отношения, и мы, я тоже хочу иметь с ним отношения, потому что я люблю его, я его познаю, узнаю, ну, и я вижу, ну, какие-то проекции, когда, ну, Бог меня воспитывает и учит, и со мной имеет отношения через мои отношения с моими детьми, потому что какие-то вещи бывают подобные, как, допустим, я там говорю кому-то из детей там, и говоришь ему, ну, думаю, у кого есть дети, поймут меня и сто раз, и тысячу раз, и говоришь вот так и вот так вот, а он, да, папа, смотришь, и все равно где-то делает по-своему, что-то где-то, мы же вот так же с Богом себя ведем, он же так же говорит, ну, что же вы, есть и Писание для вас уже, и уже Иисус все сделал для нас, и вот все, и мы, да, папа, говорим, а сами идем и все равно делаем, как мы видим это, как нам надо, понимаете, в этом, ну, это, ну, это тоже отношения, то есть это вот какая-то вещь, то есть она, ну, это жизнь наша с вами, то есть и вот Бог нам дал такую жизнь, то есть и заложил в нее отношения в нашу жизнь, и если говорить, ну, то есть, ну, у Бога же были ангелы, допустим, да, но если смотреть, то ангелы, это, ну, слуги написано, то есть у них больше, ну, обязанностей, а у нас, как у Божьих детей, потому что они, ну, нигде не видно, что это образ и подобие, только если это слуги, а мы, как дети, мы имеем права, то есть мы наследники, а они слуги, это если брать вот аналогию в человеческом обществе, да, вот, ну, возьмем, допустим, есть, ну, есть семья, допустим, да, господа живут, там, и там хозяин, там, и их семья, и ближние родственники в одном доме в особняке живут, а есть, допустим, слуги, которые просто, вот, ну, обслуживают их, ну, как обслуживают, помогают их там в чем-то, да, то есть они, ну, они не внутренние, и отношения там уже не такие, как, ну, не на равных, то есть они не подобны тем вот этим людям, которые считаются семейными внутренними, вот. Вот я сейчас про суть отношений, да, ангелы и мы люди с Богом, да, мы образ и подобие его, мы его дети, мы сонаследники, то есть вот, вот такая вещь, и вот мое убеждение, что отношения, они всегда строятся себе подобными, то есть и само-то слово отношения, то есть это два, то есть это отношение, то есть одного и отношение другого, то есть когда они складываются или стакаются, как говорят, вот, и возникает отношение, вот, но это отношение, они должны быть как бы к общему, ну, знаменателю, что ли, приведены, то есть как пример с дробями, мы не можем складывать их дроби с разными знаменателями, а дробь это тоже, ну, знаете, в математике тоже другими словами, дробь это отношение тоже, можно, допустим, три к пяти или там одного к двум отношения, то есть одна, вторая, три пятых, то есть чтобы между ними произошло сложение какое-то, мы должны их к общему знаменателю, то есть они подобные, одинаковые должны быть, так и здесь отношения, они между подобными только складываются, то есть объект и субъект отношения, они должны быть, ну, соответственными, поэтому Бог и говорит, сотворим помощника соответственного ему, и дальше вот я сейчас эту мысль разовью, друзья, потому что вот без, ну, не может быть отношений между, допустим, человеком и животным, ну, не может быть никаких отношений, то есть между там хозяйкой и кошечкой или хозяином и жучкой какой-то, да, может быть одностороннее отношение, то есть хозяина к своему животному, либо отношение, я допускаю, даже животного к своему хозяину тоже, ну, на том уровне, на котором оно может переживать это отношение, но отношений, отношений состоятся, увы, ну, не увы, вернее, а просто их, ну, не может по принципу, потому что нету подобия, вот, и даже в человеческих сообществах, я уже говорил, отношения между, допустим, ну, слугами и господами, там уже, ну, немножко не то, то есть отношения, ну, если там уже начинается, они уже на какой-то уровень просто выходят, ну, потому что люди, в принципе-то, ну, а по большему счету, даже вот смотрите, с людьми, допустим, вот есть сообщества человеческие, то есть где, ну, такое кастовое, ну, такое строение, ну, в Индии, допустим, да, есть такая каста, такая каста и такая, и у них там нельзя, чтобы люди из одной низшей касты, допустим, общались как-то там, или там вступали, не дай бог, там, в семейные отношения, в какие-то, с высшей кастой, потому что они считают, что там никакого подобия между ними нету, между ними пропасть огромная, они разные совершенно, так вот, вот, и, ну, либо, допустим, давайте, к примеру, возьмем президент и обычный рабочий, ну, какие могут быть между ними отношения, ну, то есть может быть отношения одного, но отношения, они на разных социальных ступенях, но если, допустим, возьмем такой вариант, они стали членами одного клуба, какого-то, к примеру, и президент, и обычный рабочий, и вот на полях вот этого клуба в рамках у них могут возникнуть отношения, то есть в точности так же, как трудовые отношения возникают, да, трудовые отношения между, но это уже в рамках вот чего-то, то есть нужна какая-то платформа, что-то подобие, что-то объединяющее, чтобы отношения состоялись, ну, как минимум, подобие, так вот, есть у нас подобие Божье, написано в Библии, что мы образы подобия, и есть, ну, и люди, мы тоже подобны, мужчина и женщина написано, что Бог сотворил помощника соответственного ему, соответствующий, то есть подобный. И вот давайте, как это происходило, вот это тоже интересно, я хочу это разобрать. Бытие, 2 глава, 19 стих. Читаю. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». Вот такая вещь, то есть Господь Бог, написано, Он сотворил, ну, вот всех вот животных, всех-всех-всех-всех-всех, и был уже, ну, человек, Адам, да, вот. И Он всех привел к человеку, и человек, ну, человек имена всем скотам, и нарек человек всем имена всем животным. И как это происходило? И, то есть, ну, нарекая, то есть Бог, вот, Он привел вот этих, вот, вот этих Он дал человек, человек их называл, так, ты будешь там, ну, там, кит там проплыл, вот кит, наверное. И как он, ну, человек, вот как он понял, что вот это вот, ну, вот это кит, допустим, вот этого китом назвать, а этого жирафом там, ну, на древних языках, конечно, ну, тем не менее, а вот это там кузнечик там, а вот это там, ну, не знаю, там, корова, то есть крокодил, бегемот, носорог там еще там, комарик, вот. Как это все происходит? То есть, это же человеку нужно было, ну, написано, Бог привел из земли тоже, то есть, как бы, ну, человек же тоже из земли, и вот он из земли, и вроде, вроде тоже какое-то подобие. И вот человек, ну, я так вот, ну, вот, видя вот это, читая, я как размышляю, вот человек, он, ну, допустим, какое-то время же ему надо было, да, как-то познать, что вот это именно там носорог, они, ну, как вот оно, он с ним какое-то время провел, он наблюдал, наверное, за ним, он какие-то вещи там пытался с ним сделать там, не знаю. Ну, нет, носорог, ты не подходишь. Ты будешь носорог, ну, написано, ну, не нашлось помощника подобного, но ты к ней не подходишь, мы разные слишком, то есть, раз, ну, может, лошадь там, он на ней, может, покатался там, или назебрит, ну, я не знаю, я просто сейчас фантазирую, конечно же, но тут написано, вот, ну, я вот так это представляю, то есть, он их привел, и он их называл, это же каждому имя надо было дать, это же не просто так, то есть, когда вот мы в обществе в каком-то находимся, да, и, ну, это обычно бывает в школе или там студенчестве, там вот, ну, допустим, первый курс, да, там студенты собрались все, они еще не знают друг друга, у них нету никаких отношений друг с другом, нету, они не просто, вот они, как вот, ну, люди посторонне собрались, и вот спустя там какое-то время уже начинают появляться там, ну, там у того-то такое прозвище, у того-то такое прозвище, у преподавателя прозвище, у этого, а сначала просто все. То есть как это, то есть тоже нарек кто-то, ну нарекает имя, ты будешь там, ну не знаю, там, учители там в школе, ты будешь там, как там разные, ну не знаю, там, гнездо там, ты будешь там, еще там кто-то, ты, или там, там, среди парней, там, да, ребята там в Абре, ты будешь сосиска, а ты будешь там такой-то, ты будешь это-то, прозвище как дают, да, ты будешь лысый там, да, вот. Оно ведь не сразу появляется, то есть в процессе какого-то познания, правильно? Так вот здесь человек, я думаю, так же, он как-то познал животных, и он, так, ты будешь этот, стал вот этот. Но не нашлось вот подобного, то есть ему не нашлось помощника. То есть, но человек вступал в контакт с тем и с тем. Но отношений, отношений все-таки не состоялось ни с кем, потому что написано «не нашлось». И я думаю, Господь, ну не просто так, он это все, ну что, мы не знаем, что ли, ну вернее, Бог не знал, что ли, что ему не найдется там помощника? Да, конечно, знал, Господь, он вездесущий, у него всегда все сейчас, он наперед все знает, то есть. Но он намеренно, я думаю, провел человека через это, через эти поиски, то есть, когда он каждого смотрел, искал, нарекал имя, и в конце концов, не нашлось все-таки ему никого, для того, чтобы потом, когда он ему приведет жену, чтобы он понял всю ценность и важность этих отношений, среди множества других отношений. Вот, Бог хотел, чтобы человек, ну, сам искал этих, чтобы он понял эту важность. И, ну, если так вот посмотреть, да, вот он смотрел животных, я думаю, вот он так, ну, долго, наверное, какую-нибудь обезьяну разглядывал, то есть, вот, может, ты все-таки, ну, вот он не видел же еще женщину, ну, красоту, совершенство Божьего творения, да, человека второго, то есть, он смотрел, вот, может, обезьяна, вот, ну, как-то на меня похожа, наверное, там, ну, я не знаю, как он выглядел, ну, ну, что-то вот, наверное, и искал, он думал просто, вот, что, может, здесь я найду свое отношение, может, здесь мне будет помощник, но нет, то есть, так не было. Ну, на мой взгляд, вот, иногда, наверное, и у людей подобным образом происходит. То есть, есть какая-то Божья, вот, ну, вот что-то от Бога для людей, а люди ищут просто, может быть, не там, может быть, просто у Бога надо начинать вопрошать, как, ну, один, там, брат говорил мне, я Богу задал критерии, то есть, должна быть, там, блондинка, должна быть, там, спортивной фигурой, обязательно, что в церкви служила, там, и, там, образование, и все-все-все-все-все, вот, ну, то есть, ну, ты не там, брат, смотришь, ты ищи отношения, то есть, ты ищи не того, что-то вот внешнее, не надо вот этих вот вещей, и дальше мы смотрим, то есть, вот, дальше-то мы читаем 21 стих, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Вот оно, Бог привел жену к человеку, у Бога надо искать, то есть, здесь написано, что Бог привел жену к человеку, так и у нас происходит, потому что Бог созидает брак, как я уже читал выше, это Бог поместил человека в семейные отношения, Бог создал первую семью, Бог вам приводит, то есть, и когда, ну, мы хотим, ну, желаем создать семью, надо, в первую очередь, Бога вопрошать, вот, твое ли это, как я уже говорил, мы-то, может быть, там, кто-то ищет, там, среди, как этот Адам, то есть, вот первый человек, там, ты, может, ищешь еще среди, там, бегемотов, обезьян, ну, я условно говорю, то есть, это, я говорю сейчас про отношения, про, ну, ты хочешь найти отношения, ну, подобного себе кого-то, кого, то есть, может, это выглядит, ну, там, ослепительно, но внутри, там, бегемот или обезьяна, я, ну, шучу, конечно, но тем не менее, но Бог тебе приведет твою прекрасную, взятую от тебя, ну, образно, конечно, то есть, Бог тебе приведет человека, если ты будешь за него держаться и у него вопрошать, и не смотреть, там, на какие-то, может, внешние, там, еще какие-то вещи, у него есть для тебя человек, и написано, что Бог, он, навел Бог на человека крепкий сон, когда он взял одно из ребер, и он взял жену, создал жену и привел ее к человеку, Бог привел жену к человеку, проси у Бога, и также, если ты сестра, то, ну, себе брата, мужа, Адама, условно, да, проси, Бог тебе приведет ее, или он тебя приведет к этому человеку, Бог приведет тебя, жену к человеку, твоему человеку, который, от которого ты взята, это, ну, я читаю это в Библии, Бог создал первую семью, и просто, когда Бог тебе начнет говорить, что это именно твой человек, ты это поймешь обязательно, потому что, когда Бог говорит, это всегда слышно, это всегда понятно, просто сейчас, может быть, не время еще, сейчас, может быть, ну, если ты еще один или одна, может быть, время еще как раз вот этой вот главы, когда написано, Бог привел всех там к человеку, чтобы ты еще должен пережить, может быть, что-то, еще что-то понять, вот когда что, вот здесь, вот в этих вещах нету тебе, ну, нету соответственного ему, тебе нужно пережить, потому что Бог, он не сразу же привел Еву к Адаму, написано, он сначала его провел через какие-то вот эти трудности, когда он вступал там с этим, ну, там, животных нарекал, там, смотрел, искал, ну, раз написано, не нашлось помощника подобного ему, значит, он искал, значит, он был в поиске, и это было, ну, наверняка не быстро это было, представьте, все множество, ну, всех живых существ, животных, ну, на земле, то есть нужно было назвать, нужно было с ними как-то понять их, пережить их, вот почему именно этот альбатрос, а вот этот попугай, а вот этот именно голый, почему именно ты так назовешь, а не по-другому, что не просто надо было там как-то вот, ну, потому что, ну, вот эти вещи, они происходили, и, возможно, и в твоей жизни сейчас вот происходит именно вот этот период, и тебе нужно все-таки, ну, к Богу обратиться и у Него попросить, у Него попросить, то есть, ну, что-то, может быть, понять, осознать нужно, и тогда Господь, как вот он, не нашлось подобного, и тогда Господь привел к нему жену, то есть Бог привел, когда, ну, когда, ну, вот мы с моей супругой, когда мы, ну, познакомились, я понял что-то от Бога, ну, по таким вещам, что, ну, очень много у нас было совпадений, очень много общего, ведь именно вот этого подобия, помощника подобного у нас было очень много подобия, начиная от того, что один год рождения, мы в один год школу заканчивали, хотя в разных совершенно, ну, городах, и там, и до того, что отчества у нас одинаковые, и там еще, и учились мы подобные, и профессии, и все-все-все, и много-много вещей, и взгляды на жизнь, и сейчас я смотрю на нее, я вижу себя, и вот этих вещей у нас было много, это было понятно, когда Бог приведет тебе твоего человека, ты это обязательно поймешь, это не будет так, что, как некоторые рассказывают, вот, накануне свадьбы у меня было, вот, ну, вот сомнения, жениться, не жениться, там, еще что-то, и там вот это, у меня не было таких сомнений, вот, у меня не было никаких даже ни намеков, я все увидел, вот это мое, Господь, спасибо, и, то есть, когда твое от Бога, оно, оно понятно, я, конечно, допускаю, разные есть ситуации жизненные, разные, все, делюсь своим, но, тем не менее, вот, ну, какие-то вещи, я считаю, что, ну, есть, ну, четкие, то есть, то, что мы можем смотреть, и то, что семья, она Господом созидается, и что это от Бога для нас, и когда, ну, ты сочетаешься с человеком, то Бог это благословляет, как здесь написано, благословил Господь их, да, вот, то, ну, вот это все, все оно присутствует, если то, что делает Бог, это всегда понятно, это всегда слышно, так вот, идем дальше, и Бог написано, что привел жену к человеку, и сказал, Бытие 2, 23, и сказал человек, вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть, и были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились, смотрите, когда Бог привел к Адаму жену, он уже, ну, вот все, он понял, что это его, он говорит, вот, это вот оно, плоть от плоти, это мое, вот оно, и он говорит, она будет называться, ну, женою, она моя, потому что я ставит человек отца своего и мать, то есть, он, Адам, он осознал себя как семья, то есть, у него произошла такая, ну, внутренняя метаморфоза, на мой взгляд, как здесь написано, вот до этого он, ну, он переосмыслил свою суть, до этого он был один, он был Адам, а до этого он сейчас говорит, все, она жена, и мы теперь двое станем, одна плоть, все, я переменился, переменился, то есть, мой взгляд на жизнь, он изменился, то есть, Адам перестал быть я, то есть, до этого он был я, и он стал мы, то есть, что это я подразумеваю, ну, вот под этим, то есть, я, мы, то есть, когда ты, вот, ну, вот, человек живет до того, как женился, допустим, да, создал семью, то есть, я так был, я помню, я смотрел на жизнь и ощущал ее как я, я понимал так, что мне там это, мне там то, я буду там это. Когда я женился, я уже на жизнь смотрю по-другому, как вот Адам здесь все, двое-одна плоть, то есть уже мы, уже не мои друзья, допустим, а наши друзья, то есть не я там что-то делаю, а мы, а если мы туда, то есть ты на жизнь вот уже смотришь вот с этой позиции, ты понимаешь, что ну какая-то вот, вот ты хотя и, ну ты человек, да, самостоятельная единица, но ты уже не ты, а ты уже вы, как бы, или я уже не я, а я уже это мы, ну не в плане, что мы там его величество, вот нет, в плане, что это я, моя жена, мои дети и все прочее, вот это имеется в виду, то есть вот он стал из я, он стал мы, то есть как-то вот, и он об этом здесь говорит, он переосмыслил свою жизнь, он говорит, вот она, вот жена моя, все, она будет называться женой взятой, потому что стать человек отца своего и мать своей, прилепиться к жене своей, все, уже перешло, то есть в новую стадию, это он как бы новый что ли человек, то есть как переосмыслил, ну я тоже помню, когда вот я, ну раз уж рассказываю про себя, когда я женился, создал семью, до этого я себя ощущал все пацаном, то есть пацан, пацан, то есть, ну как бы вот я, но когда я уже женился, создал семью, то есть я уже вдруг осознал, вдруг я мужчина, то есть я как-то внутренне переродился, я перестал себя пацаном ощущать, то есть стал ощущать себя мужчиной, то есть я считаю это правильно процесс какого-то становления, взросления, То есть вот, поэтому вот так, здесь и Адам, то есть он написан, и сказал, вот это все, теперь мы одна плоть, теперь уже не я двое, уже мы одна плоть, уже нас двое, то есть он увидел жену, и он стал ценить вот именно вот эти отношения, то есть он стал ценить. И еще одна вещь здесь важная, то есть одна плоть, то есть что такое? Одна плоть это навсегда, то есть это навсегда, потому что ну как может плоть разрезаться, разделиться, да, все, и в другом месте написано, чего, что соединил Бог, тот человек, да, не разлучает, то есть все, Адам здесь пережил это, и мы переживаем это, когда женимся, то есть, хотя вот, ну есть, конечно, ну я еще раз говорю, ну разные жизненные бывают ситуации, бывают разные какие-то, ну вот, ну по-разному у всех бывают, вот, но тем не менее, я хочу еще одно место не отсюда прочитать, а вот взять из Матфея, Евангелия от Матфея, просто привести здесь в пример, потому что, ну одна плоть это навсегда, то есть Матфея 19 глава, 7 стих, они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею, он, Иисус, говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так, то есть сначала, когда вот Бог создавал семью, когда все было весьма хорошо, так не было, не было Богом задумано, чтобы люди разводились, это люди уже, то есть уже по жестокосердию, то есть там уже и грехи, все, но вначале так не было, то есть был муж, была жена, было как, как Адам говорит, двое станут одной плотью, все, и одна плоть это навсегда, и поэтому Иисус прямо говорит, изначально институт брака, он не подразумевал развод, то есть браки изначально этого не было, люди сейчас, конечно, ну говорю, то есть жизнь, конечно, грехом попорчена, еще какие-то вещи происходят разводы, но тем не менее, здесь я читаю в первых главах Библии, что это двое станут одной плотью, это навсегда, то есть, на мой взгляд, если мы желаем, ну, такие, ну, как вот по-библейскому, что ли, мыслить об этом, то когда человек женится или создает семью, то, ну, мне кажется, недопустимо жениться с мыслью о возможном разводе, вот, поэтому, поэтому вот так, и уже заканчивая, то есть, хочу еще раз, ну, обратиться, то есть, к отношениям, как к основе, ну, вот отношения, как это основа или фундамент семейной жизни, и еще раз посмотреть, вот, Бытие, первая глава, 26 стих, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, то есть, подобие триединства Бога и семьи, Отец, Сын и Дух Святой, и внутри Бога, там царит гармония, там царит любовь, и вот это, то есть, насколько оно скреплено, соединено вот этими скрепами, я имею в виду проекция вот этого на семью, то есть, семья, она также должна быть вот таким единым монолитом, единым, и мы, ну, наша ответственность строить отношения там и смотреть, то есть, это все заложено в институт семьи, в природу семьи, то есть, все, в природе вот супружеских отношений, как вот это все заложено Богом, и давай вспомнить, если как Иисус на кресте, что для него было самое страшное, когда он скрепнул, Отец, Отец, почему ты меня оставил? Вот это вот семейное, ну, вот это божественное разъединение, оно нанесло наибольшую боль ему, и мы в своей семье, в своих семьях должны тоже стараться, стараться созидать вот эту вот божественную крепость, какое-то божественное отношение. Ну, и в заключении я хочу немножко повторить наш урок, коротко так озвучить, скажем так, главные тезисы, которые я здесь выделил, вот в этих текстах Священного Писания, которые я читал с вами, о которых размышлял, это, конечно, ну, я еще раз говорю, я не претендую на какую-то полноту учения библейского о семье, о ее природе еще, это, ну, скажем так, мое понимание, мой взгляд через Библию, через вот эту призму Библии на семейную жизнь, и основываясь на каком-то опыте, и на каких-то, ну, там, других, может, где-то толковать или еще что-то, вот я собрал вот это все и озвучил. И вот первое то, что я хочу как бы тезис выделить, семья – это Божий замысел, как среда существования человека, семья – это Божий замысел, как среда существования, то есть Бог создал человека изначально, ну, таким семейным, то есть если в первой главе мы видим, ну, то есть как бы вот, когда он завершил, да, то есть мужчину и женщину, на второй мы смотрели уже, как это все происходило, как Бог Адама вел к тому, чтобы он понял ценность своей супруги, и когда он это все осознал, понял, и он сказал, все, мы едино, то есть вот эти все вещи Бог сотворил, вот. Но тем не менее, здесь мы читаем, что Бог создал мужчину и женщину и сказал, рожайте детей, то есть, на мой взгляд, это семья. Дальше, вот, дальше мы читаем, дальше. Следующее, что я хочу выделить, семья – это подобие Божьего триединства, то есть, как я уже говорил, то есть Бог – это Отец, Бог, Сын и Святой Дух. В иврите Святой Дух, Он женского рода. То есть, если, ну, провести аналогию, я еще раз говорю, это, конечно, такое грубое сравнение, потому что просто Бог, ну, части своей божественной сущности спроецировал просто на людей, и мужчина дарил больше такими какими-то качествами, женщинами такими, но тем не менее, я здесь вижу такую, ну, аналогию и такой намек на то, что вот именно семья – это подобие триединства Божьего. Это что-то монолитное, это что-то крепкое, это вот такая вещь, которая, ну, Бога вдухновенная, я бы сказал, божественная, данная нам от Него по модели Божьей, по модели Божьего естества. Вот, далее, семья как хозяйствующий субъект вписывается в картину совершенства Божьего замысла творения, что весьма хорошо. То есть, когда мы читаем, что Бог создал человека, Он дал ему жену, заповедовал им рожать детей, Он дал им землю изначально, Он дал им пищу, Он дал им хозяйство, Он дал им, сказал, владычествуйте, то есть, Он их поставил, там, хозяевами над каким-то, что-то делать, что-то вот, вот, вот это все. То есть, это как семья, вот, как еще раз говорю, как хозяйствующий субъект, это, ну, такой Божий замысел, ячейки общества. И до сих пор это, в общем-то, так и, ну, в таком виде, конечно, где-то видоизменен, но, тем не менее, в таком он и существует, значит, и говорит, что семья – это ячейка общества. Вот, и это написано здесь весьма хорошо, Бог сказал, вот, вот, когда он посмотрел на все это творение, на человека, в том числе, вот там, который вписывается вот это вот в его картину сотворения мира, вот. Итак, далее. Четвертое. Отношение между супругами – ключевой, основополагающий элемент семьи и брака. Вот это то, что я говорил, отношение мужчины и женщины в семье, то есть это подобие, о котором мы размышляли, потому что, ну, подобие написано, человек искал помощника подобного ему, но не нашел нигде, пока Господь не привел к нему. Вот, вот. А отношения не строятся между подобными. И Бог создал и человека подобным себе, и создал мужчину и женщину подобным, заложив в них потенциал отношений и общения. И на этом строится брак. Он строится все-таки на отношениях изначально. Это, ну, я так считаю. Вот. Далее. Бог созидает брак и хочет, чтобы мы ценили отношения. То есть брак созидает Бог. И не зря мы здесь в церкви венчаемся перед Господом, то есть мы проходим обряд венчания, ну, верующие люди, то есть мы приходим перед Господом, мы даем брачные заветы, и потому что это все под водительством Божиим. Бог созидает брак. И Бог хочет, чтобы мы ценили вот эти отношения, как вот то, что я говорил, то, что, ну, Бог провел Адама через вот этот, ну, процесс, как бы там со всеми животными, он познакомился, то есть все-все-все, то есть и... Но не нашел он там отношений, и общения не нашел подобного ему. То есть вот для того, чтобы, ну, как бы, на мой взгляд, чтобы человек более ценил жену, которую даст ему Господь. Вот. И дальше. Ступив, шестое, вступив в брак, мы перестаем быть самостоятельной единицей. Да, я так считаю. И написано, что Адам так же считает. Написано, и будут два-одна плоть. То есть два-одна плоть. Что это обозначает? То есть уже нету там, ну, там, там отдельно ты, отдельно я. То есть это уже как бы такое общежитие, по сути, просто сожительство. Ну, многие так живут. Но вот именно с позиции семьи, как вот по сути семья, это, ну, не является уже, на мой взгляд, такой полноценной семьей. То есть это как бы... Семья — это все-таки, когда мы вместе, два-двое, одна плоть. Когда ты так смотришь на мир, на окружающий, когда ты так мыслишь. Далее, последнее. Создание семьи подразумевается навсегда. То есть, ну, здесь тоже говорится и слова Иисуса Христа, я приводил, что Моисей по жестокосердию вашему дал вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть Бог не закладывал изначально в институт семьи процесс развода, бракоразводный процесс. Это уже люди придумали, накрутили, но изначально так не было. Поэтому семья создается навсегда. Ну вот, уважаемые друзья, я заканчиваю этот урок библейской школы. И желаю вам всем благословений. И еще, чтобы поразмышлять на эту тему, можете открыть Библию, первые две главы, еще раз их перечитать с позиции того, что мы сегодня разбирали. Я думаю, это будет полезно. Мне хотелось бы, чтобы это было полезно, назидательно. И чтобы этот урок, он помог кому-то что-то понять и осознать. И, может быть, кому-то, чтобы это было все на пользу. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Господа.